Готово к открытию современное овощехранилище на 3000 тонн картофеля. Это совместный проект региона и крупнейшего сельхозпредприятия Сыктывкара. Строительство завершено, осталось перевести оборудование. Урожай следующего года будет храниться в новом собственном помещении. Однако задачи проекта куда масштабнее. Предполагается, что овощехранилище станет логистическим центром, куда будет стекаться урожай корнеплодов со всей республики, а далее на полке крупных ритейлеров. Одно из первых увидела объект Ольга Коняева. Он позволяет поддерживать определенную температуру в курту, вентилировать, увлажнять, поддерживать оптимальные условия хранения. С виду небольшой автомат, на самом деле умное устройство. С помощью него нужный климат можно поддерживать даже на расстоянии. Сначала картофель пройдет лечебные процедуры. Будет плавно погружаться из высокой температуры в низкую, в день по градусу. Постоянный режим хранения, это плюс два для товарного картофеля, четыре для семенной фракции. Они и храниться будут в разных помещениях. Картофель будет храниться навалом. Это позволяет, во-первых, объемы эти обеспечить хранение, ну и менее затратный, менее трудоемкий этот способ. Приточно-витяжная вентиляция позволяет и охлаждать, и нагревать атмосферу в хранилище. С помощью специальной системы подачи воздух будет проникать сквозь толщу продукции в три метра высотой. Пока здесь пусто, но оборудование уже есть. Его используют в арендованном помещении. Будет привезена вся линия, которая позволяет принимать картофель, укладывать в бурт, потом набирать из бурта транспортеры, переборочные столы, бункеры. То есть все будет перемещено с того хранилища, которое мы сегодня арендуем. Строитель Нижегородской специализированная фирма. Предприятие не только возводит сельхозобъекты, но и выращивает овощи, а потому все технологии знакомы. Правда, из расчета на снеговую и ветровую нагрузку нашего региона конструкцию дополнительно усилили. Для регионов центральной России применяется арка толщина металла где-то 1,2 мм. На данном проекте применена толщина 1,5 мм. И утепление у нас происходит по ПО, пенополиуретаном, 65-70 мм. На данном проекте применено 90 мм. Плюс на данной арке еще предусмотрены дополнительные ковы, переборы жесткости. Уже следующей осенью сюда завезут новый урожай картофеля, что позволит предприятию сократить расходы. Транспортировка и аренда были включены в стоимость второго хлеба. А значит, теперь его себестоимость снизится. Зато объемы производства можно не сдерживать. Мы грузили по 19 вагонов севера и здесь, как говорится, хранили приличный картофель. Ну вот, то есть, где-то порядка 1200 тонн хранили мы здесь, в Вежинском хранилище старом, который мы арендуем. Это хранилище позволяет производить больше картофеля. И тоже часть картофеля отправлять в осенний период, а большую часть оставлять на хранение здесь. Стоимость объекта 45 млн. рублей, 30 из регионального бюджета. С прицелом на развитие картофелеводства в Коми. А главное – рынков сбыта для малых хозяйств. Данный проект реализован в рамках программы возрождения республики. И данная тема обсуждалась давно у нас. Мы хотели иметь некий центр, логистический центр, где можно было бы собрать овощи, особенно картофель. Тут не только хранение, тут еще у нас идет продажная подготовка. Это очень важно. До этого мы этого не делали. Тут идет сортировка, калибровка, мойка и упаковка. Без этих показателей мы не можем войти в сетевые магазины. Следующий проект – хранилище для капусты на полторы тысячи тонн. Это будет еще более современный объект. В планах начать строительство уже в следующем году. Однако все зависит от финансовой составляющей. Ольга Коняева, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрген, Сыктывкар.